Здравствуйте, мои маленькие любители кабошисты! Не пугайтесь, но это снова я. Вас, наверное, удивляет, что же это на мне такое вообще, что я тут творю, чем я тут занимаюсь. Ну, во-первых, вот это вот очки, сделанные из цельного стебля розы методом декоративной гальванопластики. Они очень стильно, модно, молодежно помогают, защищают глаза. Ну, да ладно, не буду вас так сильно пугать. На этот раз пока я их сниму. А чем же я тут занимаюсь? А занимаюсь я небольшим изучением. Перед работой всегда очень долго рассматриваю камень. И для себя в голове решаю, что же мне убрать лишнего и как добраться до желаемого. Что касается камня, это у нас сегодня полевой шпат. Его я получил буквально совсем недавно от моего хорошего друга и наставника Ивана Постникова. Я на его магазин по продаже кабошонов, изделий, украшений оставлю в описании ссылку. Это очень хороший человек. В свое время он мне очень сильно помог в плане вот агрегатов по работе с камнем. Камнерезные станки, отрезные станки для кабошонов. Это все сделано буквально из ничего. Если бы лет 13-14 назад не его наставление, когда я был совсем изучайником в этом деле. Если бы не его поддержка, его какие-то доработки, моих идей, какие-то фишечки и даже какие-то мои фантазии на его предложения по поводу сделать станок из того-то, из того-то. Они казались шуточными, но тем не менее многие агрегаты, как например полировальный станок, сделаны из, как это ни странно, сверлильного станка. Это в общем-то тоже идея была Ивана, но это была просто предложенная идея. Я же ее воплотил в реалии. И вот уже на протяжении 14 лет я пользуюсь этим станком. Поэтому нареканий никаких нет. Заменяешь только ремень периодически и все. Но не суть. Сегодня у нас вот такой вот гость. Это полевой шпат. Насколько я понял Ивана, он очень интересно и резирует. Назовем это так. Таким белым лунным светом. Точно такой же эффект мы можем наблюдать у Амазонита. Ага, вот я добыл в общем-то Амазонит. Вот точно такой же эффект. Не знаю, будет видно или нет без света. Сейчас попробую. Немножко поверну. Вот я добыл Амазонит. Точно такой же эффект можно наблюдать у Амазонита. Он как бы таким серебряным цветом отливает. Не знаю, вы наблюдаете это или нет. Сложно передать. Ну да ладно, не суть в общем-то. Поэтому сегодня хочется поработать вот с этим камнем. Я планирую срезать одну пластину. Вот скорее всего даже вот пойдет она по спайности. Вот эта вот часть, вот очень хорошо видно. Вот эти вот слои. Я ее срежу. И мы сделаем из нее несколько кабошонов. То есть скажем так. Хочется именно посмотреть этот камень в процессе вот уже готового какого-то вот кабошончика. Ну а потом уже может быть родиться идея нового украшения. А то и гарнитура. Кто знает как этот камень пойдет в работе. Потому что я работал много с полевошпатовыми. Очень они мне нравятся. Начиная от лунника, заканчивая беломоритами. Да, есть проблемы. Да, есть большая вероятность, что при обработке он пойдет трещинами. Потому что как правило такие вот шпатовые, их лучше конечно проваривать в эпоксидке. Как ни крути. Ну попробуем, попробуем. Потому что проварить никогда не поздно. Ну зачем лишнее телодвижение, если все-таки он нормально пойдет. Поэтому значит сейчас мы перейдем к камнерезанному станку. Самодельному. И вы все увидите своими глазами. Потому что я получаю много вопросов на ютубе. По поводу как, что, где, когда. Здесь вы можете прекрасно посмотреть как и что. Кроме того скоро будет ролик по поводу... Ну я это делаю каждый год по поводу ревизии всех станков. В этом году я буду полностью все оборудование разбирать в ноль. Смазывать, промазывать, заменять расходники. И собирать. И вы это все сможете увидеть, все сможете наблюдать. Например, вот здесь опять же по совету Ивана. У меня сделан простой выключатель. Он предложил, посоветовал заменить его на влагозащитный. Поэтому я вот раздобыл вот такой вот выключатель от плиткореза. И вот я в процессе разборки и ревизии буду его менять. Буду его устанавливать вот сюда вот. Ну да ладно. Я думаю потихоньку, полегоньку, как бы там ни было, приступаем к работе. Поэтому переходим к следующему этапу. Разметка и отрезка. Пока-пока. До связи. Ну вот, собственно говоря, как говорил ранее, буду пилить его по спаянности. Хочу отпилить небольшую пластинку. Поэтому пилить мы будем его где-то вот здесь. Примерно вот так вот. Вот эту всю часть я хочу отпилить. Поэтому переходим еще к следующему этапу. Включаем и подаем охватающую жидкость. И пробуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, собственно говоря, отгашился только один кусок. Этот кусочек я буду... Ну, не использую, я его просто отложу для галтовочной машины. Потом получится из него галтовочек. А у нас получилась такая пластинка. Возможно, получится два кабошончика. Посмотрим. Вот. Поэтому следующий шаг у нас идет разметка и вырезка будущих, так сказать, кабошонов. Поэтому смотрим, не отключаемся. Ну вот, значит, слегка протираем. У меня на каждом станке висит всегда по куску ткани. Это, возможно, старое полотенце, старая простыня, неважно. Во-первых, они защищают агрегат от пыли, который всегда много при работе. А во-вторых, всегда можно, как говорится, вытереть кабошон будущий или какую-то заготовку и посмотреть, что же нас ждет в итоге. В общем-то, спил получился неплохой. Ну вот, за исключением, что я его крутил, потому что большая заготовка. Я не смогу удержать при таком диаметре диска вручную. Вот. Но это не проблема, это все сполируется. Размечать будем вот по этой стороне. Это, очевидно, природная сторона, такая уже зашлифованная временем. Но учитывая, что здесь идет небольшой скос, наклон, по этой стороне никогда не имеет смысла размечать. Поэтому... То есть можно, конечно, и по этой стороне, если спилить все грани, а пилить заранее вот эти вот ненужные скосы. Ну, я попробую, наверное, по этой стороне померюсь. Далее. Что мы делаем далее? Я всегда с запасом, по совету, опять же, Ивана, закупился прямо много разных линеек школьных. На них самые различные формы. Это могут быть абсолютно запросто формы кабошона. Я, конечно, как правило, люблю овальную форму. Редко использую круглую, потому что по мне она скучная. Люблю также безразмерные, то есть, ну, скажем так, форму обстоятельств, я ее так называю. Иногда использую форму квадрата. Не использовал ромбы какие-то там, не использовал. Ну, прямоугольники, да, использовал. Например, немножко схему съеду. Вот будет вот такая вот подборочка. Это уже заготовки. Мне их нужно только обработать, немножко заполировать. Сложно сказать, что это. Мне кажется, это какой-то нефрит, потому что он так кажется черным. Но на свет он светится прямо зеленым таким древесным светом. Но это будет герой нашего следующего ролика. Кстати, условно сказать, наверное, уже видно. Вот он начинает засвечиваться таким зеленым цветом. Вот. Это прямоугольная была форма. Поэтому, наверное, возьмем овал. В принципе, можно использовать карандаш для разметки. Я периодически использую маркер, потому что это быстрее, и маркером можно прямо зачеркнуть всю форму. То есть, с одной стороны, с одной стороны можно размечать по свежепиленной стороне, свежепиленной грани, но не забывая про этот скос. В принципе, в принципе, можно сразу вот здесь вот сделать метку. неудобно показывать. Вот так вот примерно. Вот этого у нас нету, по факту. Вот, значит. Вот чуть-чуть вот здесь вот. Вот это мы убираем, то есть оно уже не задействуется. Ну, вот это вот чуть-чуть убираем. Ну, чутка вот здесь вот. Ну, и вот у нас, в общем-то, получается, скажем так, лицо. А далее уже подбираем форму овала, какой же ваш кабошон будет в итоге. Заполняем максимально, но не забываем, что это поливо-шпатовый. Здесь возможны сколы при распиловке на кабошоны. Часто такое случается. Ну, поэтому, допустим, мне кажется, это будет все-таки гарнитур. Берем вот эту вот часть. Для вас я вот зачеркну черным все кабошоны. То есть вот это, как я думаю, будет кулон. Серьги должны быть, конечно, полегче. И они должны уместиться. Допустим, вот так вот мы их уместим. Возьмем вот так вот. Вот они, два получилось. И второй. Примерно вот так вот. Вот, в общем-то, три кабошона. Еще даже осталось место. Ну, я думаю, оставим для безразмерного. Или точно так же можно взять для кольца, допустим, маленький овальчик. Вписываем его прямо сюда, не стесняясь. Значит, вот так вот. Так, все не нужно, убираем. И смотрим, что мы имеем в итоге. А в итоге мы имеем четыре кабошона из одной пластины. Разумеется, сейчас надо это еще все дельно распилить. Учитывая, что это поливашпат, возможно, все, бывают сколы, трещины. Поэтому вы все увидите своими глазами. Так скажем, в реальном времени. Вместе со мной. Поэтому возвращаемся к отрезному станку и продолжаем работу. Включаем, подаем воду. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот такое не очень хорошее место Вот она как раз в пайность идет Возможно эта часть вообще вывалится А возможно и нет Может быть даже мне ее придется заливать Эпоксидкой А может быть мы ее сейчас нашлифуем Поскольку это серьги, кабошон будет немножко пониже Сейчас попробуем Потому что ее по-любому придется убирать эту часть Вот она прям выделилась Сама просится Да, конечно, теряется материал Но тем не менее вот эту вот точку надо убирать Как ни крути А уже лучше Да, и вот она ушла И в общем-то получается Прямо хорошая такая вот поверхность Вот здесь как раз виден вот этот вот закосяченный след От моей вот распиловки Где я вот именно вот То, что я вертел сам камень Вот оно здесь сохранилось Поэтому исключение, конечно Когда метку вот маркером придется зашлифовать сейчас Не сильно, но тем не менее То есть вот оно Вот оно Уходит очень плавно идет камень Последний раз так хорошо У меня шел лаборатор Приятно работать Ну вот, остальное уже на финиш на шлифовке сойдет Нашлифуется Далее сейчас не менее ответственный момент Мы будем вот Второй кабошон Равнять под первый Поскольку это серьги Они должны быть одинаковые Разница в том, что придется, как видите, снимать Ну такой весомый слой камня Но думаю, что здесь тоже будет какой-то косячок Мне так кажется почему-то Сейчас посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну примерно вот здесь, в общем-то, без косячка было, грубо говоря Оно ушло немножко вот видно в сторону Теперь смотрим По размерам, в общем-то, сходится По высоте надо еще стачивать Поэтому сейчас берегим Да, чуть-чуть еще можно снять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, в общем-то, и все Вот они, две серьги Остальное уже доравняем на финишной шлифовке Этот камень чутко больше, но я торопиться не буду Последний штрих К сожалению, артрит мучает, сводит всегда пальцы Когда работаешь с кабошонами Вот самое сейчас, конечно, страшное По факту нужен, конечно же, кич На нем работать Ну да ладно Красота требует жертв, как говорится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далим Здесь небольшой косячок, можно подровнять Вот даже видно Вот здесь ступень, эта часть ниже, эта выше Оно, конечно, не критично Кольцо закроется полностью, но тем не менее Сделаем аккуратней Вот и все И придаем форму Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, в общем-то, и все Значит, осталось бы, что имеем Имеем 4 заготовки под кабошоны Имеем сведенный палец от артрита Кто работает с камнями, те уже знают Эту болячку профессиональную Ну вот, теперь переходим к тонкой шлифовке Это очень ответственный момент Потому что он уже дает лицо Вашему будущему кабошону Поэтому Погнали Здесь у меня, к сожалению, место ныне ограничено Для того, чтобы устанавливать камеру и так далее Поскольку здесь вернулся на зимний период С летнего полировальный станок О нем тоже будет ролик отдельный Много вопросов мне задаете Вот, поэтому Пришлось включить фронтальную камеру Будем пробовать работать через нее Ну что ж, поехали Богом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть придали уже четкую форму будущего кабошона Дальше можно снять уже вот эту вот грань Если она неровная, мы это сразу увидим По оставшемуся черному цвету маркера Но усердность не стоит Потому что, естественно В моем случае планшайбы алмазные Вот сама рабочая поверхность Она не идеально ровная Они все-таки мне уже 10 лет служат без замены Вот, как видно Там, где у нас идет завышенность Там снялось Там, где ниже, оно остается Просто ровняем, пока не исчезнет весь черный цвет Если в этом есть, конечно, необходимость В моем случае это не всегда Даже когда вот брызги из-под кабошона перестают Выделяться Это говорит о том, что поверхность уже выровнена Как видите, еще остаются вот мелкие вот эти вот Очевидно Риски Оно, конечно, не критично В моем случае, по крайней мере Но, тем не менее Для вас оказывается В моем случае, по крайней мере 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 Вот они уже становятся меньше. Причем, где вот поверхность грубо шлифована, планшайба как бы степляется с ней, и это можно почувствовать пальцами. Я могу даже не смотреть на кабошон, а чувствовать это. Как правило, я так и работаю, стараюсь чувствовать камень. Оп, бывает. Стараюсь чувствовать камень для того, чтобы просто-напросто не сувать туда глаза и каждый раз не отвлекаться, не смотреть на это дело. Ну, в общем-то, все. Дальше я не вижу смысла что-то делать, поскольку так или иначе, вот эти оставшиеся части маркера, они будут все равно закрываться металлом. Иногда бывает, я сердцевинку не закрываю гальваническим металлом, это для того, чтобы свет проникал в камень и был выход света. И была игра камня какая-то. Поэтому, значит, придали форму кабошону, смотрим, что он ровный. Никаких загогулин там нету. Где косяки, подправляем. И не забываем про рундист. Это то есть снятие вот этой вот нижней кромки. Кромку сняли и переходим к самому ответственному этапу. Это, конечно же, тонкая шлифовка лицевой части. Как правило, я сначала убираю края, кромки и потом занимаюсь уже серединой. Но это не критично, не всегда. То есть наша задача от грани, где мы делали тонкую шлифовку, соединить лицо, чтобы не было вот этой вот грани видимой. Это тоже не критично в случае декоративной гальванопластики, потому что эта часть скрывается камнем. И в некоторых случаях она даже помогает удерживаться камнем, скажем так. Но у меня немножко свои способы, свои взгляды на это дело. Может быть, не совсем верные по технологии с точки зрения кабошонов. Но, тем не менее, оно уже прижилось, скажем так. Периодически поглядываем, чтобы не терять форму, не терять вот эту вот ровность саму. Не знаю, я когда работаю, я чувствую камень. Вот даже можно закрыть глаза и прямо вот чувствовать, где идет сцепление, значит, там нужно обработать. Там какая-то неровность. Вот, может быть, это за счет станка какие-то вибрации передаются. Может, это просто уже, ну, скажем, профессионально. В моем случае это вот такое вот чутье. Потому что я очень тесно работаю с камнем. Многие я просто чувствую. Вот этот камень добрый, он прямо вот хорошо идет. И я уже вижу, какие у него там блески серебряные. Это вообще что-то нереальное, просто красота. Вот, значит, в эту сторону еще доработаем. Есть камни капризные. Они убегают не только, как говорится, от владельцев, от хозяев. Они, бывает, убегают от мастера. Я просто с таким камнем, ну, если в этом нет особой необходимости, не борюсь. А закидываю его в готовочную ванну и обрабатываю там. А если камню со всей душой, как говорится, его прочувствовать, то он платит тем же. Он всю красоту раскрывает вот после обработки. Ну, это все откроется после полировки, конечно, на 100%. Ну вот, в общем-то, получился отличный, ровненький кабошончик. Просвечивает на свет, поэтому заднюю часть я однозначно не буду закрывать. Возможно, чтобы не терять саму красоту камня, это будет, конечно же, любимая моя авторская наша технология. Wire Twisted. Это когда кромка оплетается металлом, металлической проволокой, скажем так. Она не... она привлекает внимание, но она не отбирает внимание у камня. То есть камень такой, мне кажется, должен быть в центре внимания. Возможно, я даже уже вижу, учитывая, что зима, это будет белое серебрение, а может быть даже белый родий. Роскошный гарнитур может получиться. Поэтому работаем дальше. Дальше идет серьгин. То же самое здесь. Сначала придаем форму. Можно даже посмотреть вот два кабошончика, какой из них немножко может даже... Ну, больше или больше косяков имеет по кромке. С того и начинаем. Вот здесь вот немножко, вот я вижу, что, ну, слезло. Поэтому нанимаем сначала им. Грубо говоря, он меньше. Если я перед этим возьму больший кабошон, придется тот все равно переделать. Поэтому начинаем с самого, скажем так, закосяченного, извиняюсь за такой вот сленг. Здесь уже я не вижу, конечно же, маркера по кромке, но оно не настолько критично, потому что это, повторяюсь, для серек. А там, соответственно, нужно просто-напросто два кабошона сделать одинаковую форму. Ровно одинаковую форму. Тут уже, как говорится, на глаз, на чутье. Ровно одинаковую форму. Хотя, в принципе, я вот говорю, что для гальванопластики, вот, что в этом большой плюс, даже какие-то сколы и косяки, я их не стараюсь браковать, такие кабошоны, или как-то это все скрывать. Я, наоборот, стараюсь это подчеркнуть. И это вот, как правило, в поливо-шпатовых особо видно, где какие-то трещинки, наоборот. Мне лично это очень нравится, я думаю, люди тоже это оценивают, я эту трещинку подчеркиваю. Например, недавно был кабошон Беламорита, который в самый последний момент, я его немножко перегрел при полировке, он просто треснул напополам. Но я его склеил. Склеил даже на Космофен, не использовал каких-то специальных клеев. Межпочек Космофет очень намерзко склеивает. Это вот вам лайфхак такой, делюсь опытом. Космофен для склейки кабошона. Меньше заморочек, как с эпоксидкой, допустим, и не тратишь время. Он в течение получаса схватывается, Космофен, уже намертво. Можно дальше работать. Вот, но не в этом суть. И вот там именно кабошончик был. Я сделал кулон, подвеску, ее, правда, уже купили, конечно же, довольно-таки быстро. Но вот там наглядно видно, что когда я протягиваю лозу через кабошон, это значит, что там, возможно, была трещинка. Но я ее подчеркнул. И уже не раз я так делал. Получается очень классно, очень стильно. Вот, значит, форму кабошончику дали. Дальше опять же снимаем заднюю часть, потому что теперь я уже понимаю, что это будет открытый гарнитур. Значит, надо максимально все косяки убрать. То есть, в данном случае заднюю часть придется тоже, как минимум, приполировывать. Для того, чтобы свет немножко проходил насквозь камень и вот именно подчеркнул все эти блестки, которыми обладает камень. В таких случаях даже можно было бы, наверное, бутсторонний сделать кабошон. Но я очень редко с этим работаю, потому что, как сказать, затраты не оправдывают, вложения не оправдывают затраты, скажем так, точнее доходы, по той просто причине, что... Ну вот я вот сейчас показываю, как это происходит в реальном времени, процесс работы, но не все понимают, насколько это трудоемка. И это может занимать несколько часов, собственно говоря. Особенно, когда эта партия, это целый рабочий день, скажем так. Конечно, здесь уже тяжеловато. Ну да ладно. Да, вот здесь ступенечка довольно-таки высокая остается. Возможно, придется даже вернуться к предыдущему. Грубой шлифовке и убрать вот эту грань. Надо подумать. Потому что эта часть тонкошлифовка, она ее уберет, но это, опять же, занимает дольше времени. Ладно, пока оставим, пока придадим форму второму кабошону на уровне первого. Здесь чуть побольше сейчас придется снимать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сравниваем. Еще чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok Отлично. Ну и опять же заднюю сторону чуть-чуть шлифуем, смотрим. Вот видно брызги и я опять чувствую, что сцепляется, значит все-таки где-то неровности есть. После грубой шлифовки возможно там что-то, 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 да. То есть на краях немножко. Вот я сейчас быстренько перейду на ту часть. Перекрываю воду здесь. Камеру перемещать не буду. Просто перейду назад. И немножко с него надо получать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Демножко я их снял все Субтитры создавал DimaTorzok Это я сейчас работаю с кулоном Попутал в него заднюю часть тоже выровну Снял на всякий случай Чтобы они хоть немного одной толщины были Несмотря на разницу в размере Серги, кулон Да, это вот кулон Сергу вот эту я не стал делать тоньше Ничего страшного, здесь немножко останется Скажем так, выемка Ну и ее заполирую в процессе Кроме того, не надо забывать, что у нас следом Идут алмазные черепашки Где тоже часть материала будет снята И там вы уже увидите, что возможно даже На 1500 зернистости Все вот это вот, что от маркера осталось Риска, оно сойдет То есть это все можно в принципе сошлифовать вручную А потом оно заполируется Это обратная сторона Раз уж мы решили сегодня делать гарнитур Открытого типа Вот, в общем-то Ну и последний рывок Сверяем кабошон и смотрим На всякий случай, как говорится Равняем Сверяем кабошон и смотрим Сверяем кабошон и смотрим И переходим к лицевым сторонам Сверяем кабошон и смотрим Продолжение следует... 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 Продолжение следует...